У Румлёва, який заявляется помником природы Гродно, планует поставить новые лавочки, уладковать стежки, усталевать информационные таблички. Доброупорядкование промерковано до 30-ти годы лесопарку. А кроме того, до выучения природной, экологичной и ландшафтной разностаенности зелёной территории, меркует долучить ещё большую колька стекавных. У первых родах в этой справе будут ученики гимназии номер один. Адукационные экологичные проекты, связанные с Румлёва, у первой гимназии реализуются по некольких напрямках. Летние лагеры, профильная практика, доследший отрат Румлёва. Особное место займает деятельность экоцентра, який контактует с экологами, биологами, краезнавцами и мясовыми жихарами. Его наведовольники проводят экскурсии, майстер-классы, а когда надыходят холоды, организовывают столовки для насельников лесопарку. А что, вяточка же может поранить? Не поранит ничего. Мы её вот так повернём. Давайте, сыпьте. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Ещё. Давайте, давайте. Так. Что отметно, да, вылучшение и захование богатее уникального Румлёва в учниках вотживаются с початковых классов. Мы сделали зелёную, потому что это под цвет леса. И сделали такую форму, потому что нам, мы хотели сделать загадочную кормушку, необычную. Мама принесла вот эту заготовку, она наливала клей, а я приклеивала. А папа прибил вот эту вот. Гимназисты и их наставники называют парк соправдной экоэдукационной пляцовкой, потенциал, якой, кажут, заходы удалось выучить достатково сурьёзно. За 30 лет мы выяснили о том, что было больше 10 владельцев. Мы выяснили, что здесь дислоцировалось 5 армий различных государств. Мы нашли то, что здесь было сейчас 5 мостов, было ещё 2 моста, которых уже не существует. Была паромная переправа самолётик. Здесь дислоцировались армии, которые 22-го, 85-я Челябинская дивизия, 22-го июня по 26-го здесь умирала. Здесь, в принципе, на этой территории шли кровопролитные бои за город Гродно и контратакой пытались отстоять этот парк. Мы выяснили, что здесь обитает более 100 видов птиц. Здесь 5 редких мхов, редкий лишайник, который встречается здесь и ещё на фортах. Мы выяснили, что сюда заходят на кормёжку такие крупные млекопитающие, как кабаны, косули. Здесь обитает леса и сейчас есть норный городок. Мы выяснили в том, что здесь сохранились деревья времён первых владельцев. Это 200-летние деревья, дубы, клёны. Есть клёны и лизажежка. Зелёный массив с такой природно-экологичной и ландшафтной разностаенностью, размещенный на территории великого города, – соправдная уникальность. Адметное тое, что гимназия находится побольше с лесопарком, дякуючи чему есть махчимость выкористовывать его в научальном процессе. Такого лесного массива с таким разнообразием в черте города просто нет, то есть не осталось. И поэтому это островок, который показывает пример, как могут ужиться город и дикая природа, ну, насколько это возможно. Конечно, здесь сохранились и охраняемые виды растений. Это очень важно и надо будет продолжать работу. Здесь старовозностные деревья. И в целом растительное сообщество, вот такие широколиственные, они очень уникальны и этим можно гордиться. В рамках проведения факультативных занятий по зелёным школам мы проводим мониторинг всех средств, атмосферы, водных ресурсов Немана, почвы и проводим широкую образовательную деятельность. Мы хотим привлечь жителей всего города Гродно для того, чтобы акцентировать внимание на проблемах, на редких краснокнижных видах, на важность мероприятий по защите и охране окружающей среды. Символично, что говорка о будущем Нелесопарку и шла на посаджение Громадского экологичного совета, який дейничая при областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного осяродья. Народных с экспертами на серьёзные темы разважали вучние и наставники 1-й гимназии, яка учена было удельниками в планах реализации многих инициатив и проектов. Одна за их доброупорадкование территории с уладкованием лавочек и стежек, а про уникальность Румлёва будут рассказывать информационные таблички.